Генеральная прокуратура Азербайджана провела расследование в связи с заявлениями депутата Государственной Думы РФ, заместителя председателя Комитета Российского Органа Законодательной Власти по экономической политике Михаила Делягина противоречащими принципам взаимодействия двух государств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Делягин 28 марта 2022 года в эфире телеканала «Россия» выступил с открытыми призывами к началу агрессивной войны против Азербайджана с провокационным заявлением об использовании тактического ядерного оружия для уничтожения энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности нашей страны и провел массовый опрос на платформе в социальной сети. Поскольку в действиях гражданина РФ Михаила Делягина усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных статьями 101, 2 публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, 214.2, 3 публичные призывы к терроризму, 283.2, 1 и 283.2. 2 действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой социальной принадлежности Уголовного кодекса Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело. 29 марта 2022 года генпрокурор Азербайджанской Республики поручил Следственному управлению провести предварительное расследование по этому делу. Делягину были предъявлены обвинения по указанным статьям Уголовного кодекса. По решению суда в его отношении заочно была избрана мера пресечения в виде ареста, а сам он объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В то же время в компетентные органы Реада государств-партнеров были направлены обращения с целью обеспечения немедленного задержания обвиняемого при въезде на территорию этих стран и его последующей экстрадиции в Азербайджан. В настоящее время по данному уголовному делу продолжаются интенсивные следственные мероприятия, говорится в сообщении надзорного ведомства. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр.